Дорогие друзья, утро доброе. 2 ноября 2022 года у нас на календаре. Очередной вебинар портала ПриАн. Сегодня мы будем говорить о Северном Кипре. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор ПриАна. И с удовольствием представляю нашу собеседницу Наталью Яковлева. Это международный торговый представитель по России и СНГ компании Amag Development. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы последние, наверное, полгода о Северном Кипре не говорили, по крайней мере, в формате вебинаров. Поэтому мы, понимая, в общем, сегодняшнюю международную конъюнктуру, будем касаться вопросов интересных тем, в том числе тем, кто о Северном Кипре вообще ничего не знает. Поэтому, если есть какие-то вопросы, какие-то уточнения, традиционно наш чат работает, вы задавайте вопросы по ходу дела, постараемся ответить на все. Если на какие-то ответить не успеем, ответим в рамках статьи, которая выйдет по традиции через несколько дней после нашего вебинара. Ну и традиционно будут, безусловно, будет и запись, которую мы опубликуем на Априане, и все, кто на вебинар зарегистрировался, эту запись также получат. Вот первый вопрос. Как сейчас на Кипре с погодой? Как там у вас сейчас с погодой? Ну, замечательно. На самом деле 20 градусов тепла, ночью 17. Погода, как в Москве, наверное, летом, хорошим летом. Вот, поэтому чудесно. Ждем вас в гости, приезжайте. Отлично. Ну что ж, давайте несколько слов в самом начале традиционно о вашей компании. Наталья, что это за компания? Где и с чем вы работаете? И я сразу прищу презентацию. Благодарю, Филипп. Ну, еще раз хотела раз поприветствовать вас, дорогие друзья, на нашем вебинаре. Хочу поздравить вас с тем, что вы являетесь счастливыми участниками вебинара, где мы раскроем очень много разных секретов о том, что такое Северный Кипр, как сюда приехать, как открыть банковский счет и так далее. Поэтому рада вас видеть всех. Итак, расскажу немного о себе. Меня зовут Наталья Яковлева. Я являюсь представителем компании Amag Development. Это застройщик Северного Кипра. Мы работаем на рынке недвижимости с 1978 года, то есть 44 года присутствия на этом рынке. Компанией владеет известная кипрская семья. Это хорошая традиция, на самом деле. В данной стране большими компаниями влияют влиятельные и серьезные семьи. Компания основана с 1978 года и начала заниматься системами центрального кондиционирования. То есть все то, что присутствует в отелях, в муниципальных учреждениях, все системы кондиционирования, это системы, установленные нашей компанией. На рынке застройки непосредственно мы начали активно работать 12 лет назад. И поэтому мы уже готовы предлагать вам, нашим клиентам, замечательные наши проекты, о которых я расскажу чуть позже. То есть компания действительно очень серьезная, ей доверяют. Поэтому приглашаю вас на Северный Кипр. Хорошо. Давайте несколько слов о том, как Северный Кипр, что у вас на острове и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения всевозможных активностей, происходило последние полтора-два года. Захватим некий кусок, связанный с пандемией. То есть какие были ограничения, понятно, что пандемия сейчас не главный фактор, влияющий вообще на сферу недвижимости. Тем не менее определенную роль он все-таки сыграл. Несколько слов давайте об этом. Хорошо. Но в первую очередь я бы хотела сказать, что Северный Кипр это страна, которая контролируется Турцией, поэтому въезд на Северный Кипр безвизовый. Забегая немного вперед, но важно сказать об этом, потому что действительно очень много людей во время пандемии, которые спешили уехать из страны, не успев получить, скажем, шенгенские визы, приезжали на Северный Кипр. Почему? Потому что здесь прекрасная природа, море, горы, солнце, все для счастья. Это замечательный кусочек земли, находящийся в Средиземном море. Много людей приехали именно сюда. Здесь достаточно много комплексов, которые оборудованы бассейнами, различной инфраструктурой. То есть действительно можно работать в замечательных условиях, не выходя за пределы комплекса, пользоваться сельской инфраструктурой. Вы сказали, что Северный Кипр находится, собственно, это и не секрет, под таким патронажем, влиянием Турции довольно сильным. Турция в пандемию, что называется, сорвала приз, поскольку гораздо менее строго закрывала границы, чем, скажем, многие европейские страны. Северный Кипр, насколько у вас были серьезно закрыты границы, и что было с рынком, скажем, на начало 2022 года? Ну, в общем, поскольку Северный Кипр является, скажем так, частью Турции, то, в общем-то, все законы, которые применялись в отношении Турции, они были применимы именно к Северному Кипру. Поэтому Турция, она была, именно Северный Кипр была одна из доступных стран к переезду, где достаточно мягкие были условия к приему туристов и людей, которые пожелали здесь жить. Вот, поэтому, ну, действительно, пандемия, это был первый, я бы сказала, поток русскоязычных граждан, да, с разных стран постсоветского пространства, которые хлынули на Северный Кипр, и это было толчковым временем, когда действительно люди начали узнавать про то, что действительно Северный Кипр есть, существует, и что это такое. Потому что до некоторого времени, да, у многих, в том числе и у меня, я для себя открыла Северный Кипр всего лишь полгода назад, как это ни странно. В моем представлении Северный Кипр был неотъемлемой частью Евросоюза, да, где я проводила достаточно много времени, я часто ездила на Кипр, ну, это был Лимассол, Пафос, Ларнака, общеизвестные города, но я никогда не знала о том, что есть какой-то Северный Кипр, и тем более уж, что он не входит в Евросоюз. Вот, достаточно случайно узнала о том, что есть Северная часть, куда можно приехать, не имея шенгейскую визу, и при всем при этом, когда я приехала сюда, в мае текущего года, я увидела, что, в общем-то, природа и все богатства Кипра, они в разы намного красивее и лучше, чем на южной стороне. Это действительно какой-то рай, наверное, на земле. Нет ни одного человека, который бы не восторгался природой и вообще всей атмосферой, которая присутствует на Северном Кипре. Окей, хорошо, смотрите, ну, вы приехали в мае, и вообще 2022 год, он для многих, ну, наверное, будет уже быть, к сожалению, или так, он совершенно особый, очень многое изменилось. Как с точки зрения рынка, с точки зрения жизни на острове, с точки зрения спроса, с точки зрения ажиотажа, вот выглядит Северный Кипр летом 22-го и в осенью, в начале осени. То есть, что у вас сейчас происходит? Насколько активна жизнь, насколько активны сделки, насколько активны покупатели, продавцы и так далее? Я могу сказать, что рынок недвижимости постепенно раскачивался с начала, наверное, марта текущего года. Известные события, произошедшие в феврале 22-го года, спровоцировали огромный поток людей именно на нашу часть Северный Кипр. Но основная волна, о которой стало уже заметной, когда застройщики начали повышать стоимость своего жилья, наверное, случилась в июле, в начале августа прошедшего лета. То есть, до этого было более или менее, да, действительно, мы наблюдали поток людей, которые интересовались и приезжали, совершали покупки одного, двух и трех объектов недвижимости. Но вот в августе, наверное, уже начался там активный поток людей, когда мы действительно начали зашиваться и понимать, что, наверное, имеет смысл начинать новые проекты, да. Ну, действительно, спрос очень великий, я могу сказать, не только со стороны русскоязычного населения, не только из России. Очень большое количество людей едут из Германии, очень много людей, поскольку это предъявляет бывшая английская колония, здесь очень много англичан, те, которые жили, и, в общем-то, новый поток людей, которые едут сюда из Британии, он достаточно большой. Вот, поэтому наравне с русскоязычным населением мы наблюдаем большой поток людей из Европы. Хорошо, давайте тогда перейдем к тому вопросу, собственно, первые вопросы, которые к нам поступили. И понятно, что сейчас для очень многих важен, ну, безусловно, покупка недвижимости как таковая, но не только она, а, в принципе, правила въезда, выезда и нахождения в стране. Для русскоязычных покупателей это актуально особенно. Поэтому давайте расскажите нам именно вот об этой составляющей, как въезжаем, на каком основании можем получить вид на жительство, как это вообще связано с покупкой недвижимости и так далее. Пожалуйста. Значит, въезд на Северный Кипр, он достаточно простой. Дело в том, что сейчас, на настоящий момент, прямых перелетов в единственный аэропорт Эрджан, который находится в Никосии, столице Северного Кипра, пока нет. И поэтому все, путь всегда лежит для россиян, всегда лежит через Турцию. Ну, не только для россиян, на самом деле. Да, значит, если вы планируете поездку на Северный Кипр, забивая в поисковике перелет, ну, скажем, Москва-Эрджан, вам всегда предложит посадку, вернее, остановку в одном из турецких городов, как, например, Анкара, столица Турции, Истамбул и Анталия. Вот, прилетая, значит, в Турцию, вы пересаживаетесь на другой самолет и летите на Северный Кипр. Значит, на таможне Северного Кипра вам предлагают визу стандартно 60 дней, максимальная виза, которая предлагается для туристов, 90 дней. Срок зависит от того, какова у вас цель поездки на Северный Кипр. Вот, значит, если вы приезжаете просто как турист, то минимально 60 дней предлагается. В случае, если у вас есть недвижимость, вам предлагают максимальный срок. В случае, если вы, опять же, собираетесь обучать детей на Северный Кипре, это, на самом деле, один из, тоже очень важно, одна из очень важных целей для людей, которые едут на Северный Кипр. Тогда вам также предлагают 60 или 90 дней. Можно ли выточнить, вы говорите, предлагают? То есть, в тот момент, когда я въезжаю на таможне, этот вопрос решается в режиме диалога, так? Абсолютно. Таможник обычно спрашивает, какова цель приезда. И со стороны, значит, въезжающего обязательно нужно предоставить документы. В случае, если у вас ребенок поступил в школу, тогда нужна справка со школы о том, что вот мой ребенок учится, внеджает в British College, прошу меня пропустить и дать мне максимальный срок для визы. В случае, если вы являетесь владельцем имущества, также у вас есть контракт или титул на ваше имущество, который вы также можете показать на таможне, и вам дадут больший срок. Предположим, я въезжаю на Северный Кипр, не имея никакой недвижимости, но рассматривая для себя возможность какую-то недвижимость приобрести. Что в этом случае происходит? То есть на какой срок я получаю эту визу? Это зависит, опять же, от диалога с таможенником и от вас, как вы позиционируете свое присутствие. В случае, если вы говорите о том, что вы собираетесь приобретать имущество, и если таможенник оказывается достаточно добрым и открытым, он, наверное, на свое усмотрение может предложить вам срок до 120 дней. Вот, поэтому в данном случае скорее это зависит от человека, который въезжает, насколько он сможет обосновать свой приезд, присутствие на Северной Кипре. По умолчанию, вот давайте рассмотрим минимальный вариант. Прибывая на Северный Кипр, у человека есть право находиться на территории вот этой части острова на протяжении двух месяцев. Это минимум, правильно? Нет, минимум 60 дней. Ну да, два месяца, 60 дней, два месяца. Окей, хорошо. И если хочется обосноваться и жить постоянно, что может быть основанием для получения, ну, там, вида на жительство или вот этого разрешения на нахождение постоянно на территории Северного Кипра? Ну, безусловно, документом, который подтверждает официальное легальное присутствие на Северном Кипре является вид на жительство. Как получить вид на жительство, это, наверное, следующий вопрос, который очень многих волнует. И мы, я сейчас с удовольствием вам расскажу, что это такое. Северный Кипр – это одно из государств, которые достаточно легко выдают вид на жительство. Учитывая обстоятельства, которые происходят сейчас в мире, не очень, ну, скажем так, хорошие, Северный Кипр по-прежнему остается очень лояльным к русскоязычному населению и, в общем, к людям, которые приезжают на Кипр. Поэтому они готовы давать вид на жительство людям на трех условиях, как минимум. Те, которые вот более или менее подходят для нас, для людей, которые едут из России или из стран по советскому пространству. Первая причина, которая может послужить, значит, которая может быть основанием для выдачи вида на жительство, это высокий доход. Значит, когда вы приезжаете на Кипр, вы открываете счеты в банке, кладете свои средства и, собственно, у вас появляется справка о том, что у вас есть некие средства. Это один из документов, который является основанием для выдачи вида на жительство. Но при этом, значит, в стране очень важно понимать, что вы где-то живете. Вот, поэтому, значит, вам нужно заключить договор аренды в квартиру, которую вы снимаете. То есть вы снимаете квартиру, заключаете договор минимум на 6 месяцев, вы получаете справку из банка, и это уже есть основание для выдачи вида на жительство. Второй способ получения, вернее, основания на выдачу вида на жительство для вас является имущество. Вот, но, к сожалению, первый раз, приезжая на Кипр, и даже если вы приобретете жилье, так быстро и вид на жительство на основании, значит, имеющегося жилья, вы не получите. Почему? Потому что, грубо говоря, свидетельство о собственности, которое называется на северном Кипре Титу или Качан, оно выдается через, только через 8-10 месяцев с момента подачи заявления на получение свидетельства о собственности. Дело в том, что процедура покупки жилья, она несколько отличается от привычного нам, то есть приобрести жилье. Для миграционной службы иметь договор купли-продажи недостаточно. Очень важно получить именно то самое свидетельство о собственности, которое выдается в течение года. Это есть очень важная причина для государства, для того, чтобы, ну, то есть все люди, которые покупают жилье на северном Кипре, они очень тщательно проверяются на предмет криминального прошлого, на предмет здоровья. Дело в том, что, значит, чтобы получить ВНЖ, вам предлагают сдать анализы крови, да, и есть в моем... Уже на Кипре, прости. На Кипре, конечно, да, обязательно. Да, в моем опыте уже есть некие случаи, когда у человека был когда-то гепатит, и, значит, кровь, тест крови показал о том, что у него есть какие-то элементы, да, подтверждающие то, что человек болел гепатитом, и здесь был вопрос по поводу выдачи для него ВНЖ. То есть государство действительно, да, действительно очень следит и трепетно относится ко всем людям, которые приезжают и покупают жилье и получают вид на жительство. Да, это есть, на самом деле, большой плюс к тому, что в государстве отсутствует присутствие, как таковая. Вот, поэтому в этом есть смысл и огромный плюс для нас. Здесь легко можно оставить машину открытой и выйти в магазин, и никто не тронет ее. Или оставить мобильный телефон на столе и вернуться там через час или через два, если вы вдруг забыли его, и вам его вручат. То есть это действительно уникальная страна, в которой я каждый день, изо дня в день все больше и больше удивляюсь и радуюсь тому, какие люди здесь живут. Я перед тем, как задать следующий вопрос, прошу в чате опубликовать контакты Натальи и ее компании с тем, чтобы те, кто, ну, хотя бы уже в частном порядке по завершении вебинара обратиться, мог бы это сделать. Несколько уточнений по поводу правил ВНЖ. Во-первых, пробыв 60 дней, ну, если базовая виза, да, выдается, то есть базовое разрешение на пребывание, человек может уехать, через какое время он после этого может вернуться, какие здесь правила существуют? Дело в том, что с момента подачи заявления на выдачу вида на жительство лучше, чтобы человек находился на острове. Только после того, как он получит вид на жительство, тогда можно уже пересекать границу и уезжать. В случае, если вы не дождались получения ВНЖ и уехали из страны, тогда процесс получения ВНЖ может затянуться на неопределенный срок. Вот, ну, в случае, если прошло два месяца и вам выдали ВНЖ, вы можете спокойно брать свои документы, выезжать. То, как, например, вот буквально я недавно вернулась, я ездила на Бали, в Индонезию, да, и на границе я просто показывала свой документ, вид на жительство, мне не ставили никаких штампов, просто пропускали и точно так же спокойно я въехала в страну, показав просто свой документ о том, что у меня есть вид на жительство. Вот, поэтому, Филипп, еще раз отвечая на ваш вопрос, лучше на время получения вида на жительство, а срок получения занимает порядка двух месяцев, лучше находиться на острове. Очень важный момент, значит, в случае, если у вас виза на минимальный срок, вам не стоит расстраиваться, что вы вдруг не сможете получить ВНЖ. Почему? Потому что вид на жительство, заявка на вид на жительство подается электронно. Это сможет сделать любой человек самостоятельно. Значит, заходя на портал, примерно на такой же портал, как у нас, госуслуги, да, вы заполняете определенную форму, прикрепляете документы, и с момента регистрации своего личного кабинета у вас уже появляется некий ID, и тот день, когда вы подали заявление, уже считается отсчетом на срок до получения вида на жительство. То есть тогда ваша временная виза, которая выдавалась у вас на таможне, уже не действует. То есть если вы приехали на остров и через неделю подали уже заявление электронно на вид на жительство, все, вы можете не переживать, процесс пошел, вы просто сидите и ждете вот ваше разрешение, ваш документ на вид на жительство. Еще пару уточнений вот к этому слайду, который мы показали, когда вы называете высокий доход от 15 тысяч долларов. Это означает, что человек должен, во-первых, в какой срок 15 тысяч? Это годовой, месячный? Это фактическая сумма, которая должна быть на вашем счете при подаче на вид на жительство. Ну, скажем, вы собираетесь завтра подать документ на вид на жительство, вы положили дельный на счет, поехали в банк, сняли остаток, да, просто получили справку о том, что у вас на счете есть 15 тысяч долларов. И, собственно, этого достаточно для того, чтобы получить на вид на жительство. Правильно ли я понимаю, что тут, ну, там, корректно поставить слово «и», то есть, в случае, чтобы претендовать на ВНЖ, я должен показать «а» высокий доход, а дальше или покупка, или аренда, два варианта. Да, верно. То есть государству важно понимать, что вы где-то живете, за вами закреплено некое место жительства, поэтому обязательно должен быть либо договор аренды, либо документ, подтверждающий о том, что вы владеете имуществом. В случае с покупкой недвижимости, вы сказали, да, получение титула, оно занимает определенное время, и именно поэтому, ну, так, моментально по щелчку пальцев это условие выполнить нельзя. Но в случае аренды это тоже занимает определенное время, или я могу относительно быстро арендовать жилье, скажем, на год, и это будет моим основанием для получения ВНЖ? Или тут тоже какой-то период это занимает? Ну, вы знаете, вот в данном случае законы едины, они одинаковы, что в Москве, что в Питере, что на Северном Кипре, в городе Гирна, к примеру. Рынок аренды недвижимости, он единый. То есть, если вы задаетесь целью снять себе квартиру, вы сможете снять ее за сутки. Все зависит от усилий, которые вы будете прилагать, да, и от требований, которые вы предъявляете вашему объекту, где вы будете жить. Поэтому, собственно, вы можете... Смотрите, такой вопрос, может быть, немножко наивный, но, смотрите, человек прилетел и приехал с территории Турции на Северный Кипр. У него есть изначальное разрешение находиться здесь на протяжении двух месяцев, и он может относительно быстро арендовать жилье на долгий срок и получить разрешение находиться на Северном Кипре дольше, чем два месяца. Это возможно? Конечно, возможно, да. Но при условии, если он арендовал квартиру, да, и оказал. Вы знаете, абсолютно спокойно можно жить и не переживать, да, по поводу вида на жительство и аренды квартиры. Можно жить спокойно в отеле. Цены достаточно разумные и доступные. Я могу сказать, что вообще уровень жизни на Северном Кипре, он очень привлекательный. Это другой вопрос, я не буду сейчас его касаться. Но вы можете жить спокойно в отеле, не думая ни о чем. И в последние дни истечения вашей визы вы можете подсуетиться, снять квартиру, собрать все документы и подать на вид на жительство. И вот еще разочек, вот тот факт, что я подал на вид на жительство, является основанием, что я позволю находиться дальше. Абсолютно, да. С того момента, когда вы регистрируете личный кабинет и подаете заявление, вы уже легально находитесь на территории страны. Знаю, что этот всегда вопрос, вот вы сказали, просто приоткрыли дверцу, все-таки давайте в нее войдем. Вы сказали о доступности гостиницы. Ну, хотя бы порядок примерно назовите, за сколько можно снять, скажем, там, ну, в среднем уровне номер, какой порядок цен? Вы знаете, отелей очень много на Северном Кипре от пятизвездочных с казино. Кстати, казино – это одна из фишек, которые есть на Северном Кипре. Именно по этой причине сюда едет очень много туристов для того, чтобы поиграть в казино. И каждый уважающий себя пятизвездочный отель имеет при отеле, значит, казино. Вот, поэтому, если говорить про цены, то пятизвездочных отелей, они, ну, наверное, европейского уровня, там, от 50 до 100 долларов или фунтов стерлингов. Кстати говоря, валюта на острове, которая используется. Пятизвездочные, вы сказали, тут 50 до 100 долларов можно снять. Ну, то есть, а, но, как я понимаю, ведь нет обязательного требования снимать пятизвездочные отели. То есть, ты можешь… Абсолютно. Окей, соответственно, цены 20, 30, 40. Есть бутиковые отели, да, есть бутиковые отели, достаточно такие камерные, приятные очень, на несколько там номеров буквально. Вот, и цены очень… Ну, сколько, 30, 40? А, нет, не 30, даже 20, я бы сказала. То есть, 20 можно найти. Окей, да. Вопрос от нашей зрительницы, есть ли минимальный порог стоимости недвижимости для получения ВНЖ или здесь… Нет, такого нет. Ну, то есть, это как раз турецкий, турецкий вариант. Окей. Еще тогда перейдем к одному вопросу, о котором вы обмолвились, связан он с открытием счета в банке. Вы сказали, что нужно положить определенную сумму, соответственно, нужно открыть счет, как технически это происходит, насколько быстро и окей, хорошо, что это за банки, какие, как и так далее. Первое, на чем бы я хотела остановиться, это выбор банков. Банки на Северном Кипре есть разные, есть локальные именно северокиприотские, есть турецкие банки. И опять же, северокиприотские банки, они делятся, как и в России, скажем так, на более уважаемые и не очень, да, со сомнительной репутацией. Вот, я бы хотела предустеречь и быть очень осторожными тем, когда вы приезжаете на Северный Кипр, очень важно открыть счет в правильном банке. Дело в том, что я вот уже по своему опыту могу сказать, мне предложили открыть счет в одном из банков, который обладает не очень хорошей репутацией, об этом я узнала позже, и затем я деньги уже перевела в более респектабельный банк. Не очень хорошая репутация, это что? Это как бы есть риск, что просто деньги обратно не получишь? То есть как бы, или в чем здесь? Вы знаете, Кипр достаточно маленькая страна, это одна восемнадцатая, наверное, Москвы. Это действительно очень маленький остров, очень маленькая часть, где все знают друг про друга. То есть в одной стороне острова скажи, в другой стороне острова откликнется, скажем так. Поэтому все знают достаточно известных людей и тех людей, которые владеют банками. В случае, если у владельца банка, ну, допустим, я рассказываю про свой случай, да, я чуть позже узнала о том, что у человека, который владеет банком, где открылся счет, не очень хорошая репутация, то есть где-то у него был какой-то косяк, где-то он допустил какую-то оплошность. И это, в общем-то, также повлияло на банк о том, что, а вдруг, да, те деньги, которые ты разместил на счетах этого банка, тебе не будут выплачены. Поэтому, наверное, стоит задуматься и привести деньги в другой банк. Поэтому я особо хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы не спешили открывать счет в банке. Могут сказать о том, что, да, здесь, ты знаешь, документы никакие не нужны, они всем открывают. Вот не покупайтесь на это, не спешите, пожалуйста, поговорите, пообщайтесь. В случае, если есть какие-то знакомые, у которых был уже, собственно, свой опыт, да, лучше немного подождать и открыть счет уже в том банке, где действительно тот банк, который действительно уважаем, да, из хорошей репутации. Окей, Наталья, ну чисто технически, вот этот процесс, хорошо, как происходит? Я прихожу в банк, что за документы мне надо иметь, как это быстро происходит? Я как раз уже слайд соответствующий открою. Да, банковская система особо любимая мною. Дело в том, что я бывший банковский сотрудник, в Москве работала в Альфа-банке, в Хомкредите, поэтому банковская инфраструктура и вообще все то, что связано с банком, мне очень близко, и я очень сильно понимаю наших людей, которые приезжают сюда и не понимают, как можно прийти, как можно день в день не открыть себе счет в банке. То есть, когда вы приходите, ну скажем, в наш Альфа-банк, да, вам сразу предложат открыть счет, выпустить миллион карт различных, вот, и выдать здесь же на месте, вот здесь на острове история абсолютно другая. Для того, чтобы открыть счет в банке, во-первых, нужно собрать документы. Первое, первое, ну это естественно нужен ваш паспорт, и второе, очень важна справка от местного главы района, где вы проживаете. Местный глава района называется Мухтар. Это тот человек, который может подтвердить о том, что вы проживаете на Кипре официально. То есть, имея справку на руках от Мухтара, свой паспорт, копию его, вы можете назначить встречу в банке. То есть, когда вы приходите в банк, вы говорите, я хочу открыть счет, вам скажут, да, документы такие-то, и вам предлагают прийти в другой день. То есть, день в день вы счет открыть не сможете в любом случае. Вы приходите в назначенное время, и только тогда вам открывают счет. Можно ли несколько слов тогда уточнить по поводу Мухтара, где я его буду искать, что за документы мне ему нужно принести, чтобы он мне эту справку выдал, и означает ли, сказанное вами, что для того, чтобы обратиться к нему, мне нужно уже или арендовать на долгий срок жилье, или что-то приобрести? Именно так. Да, значит, Мухтара можно найти, ну, как ни странно, гугл-карты всегда в помощь. Вот, ну, или, собственно, люди, которые живут здесь, они достаточно открыты. Вы можете спросить, ну, кого-либо из соседей, где вы проживаете, да, они с удовольствием вам подскажут, будь то русскоязычные люди, будь то англоговорящие. Вот, ну, то есть найти, где находится ваш Мухтар, достаточно просто. Достаточно задать вопрос соседу, ну, либо задать вопрос гуглу. Вот, значит, Мухтар может выдать вам справку, когда, если вы принесете к нему договор аренды, который предварительно регистрируется в налоговой инспекции, это еще другой момент, очень важный. На Кипре стараются работать все официально, все эти лендлорды, которые дают вам в аренду свои имущества, как правило, регистрируют договоры в налоговой инспекции. Поэтому к Мухтару вы приходите своим договором аренды, либо с договором купли-продажи имущества, который у вас есть, на основании этих документов Мухтар выдает вам справку о том, что вы, Наталья Яковлева, проживаете в моем районе по адресу такому-то. Ставится, значит, не печать, в данном случае клеится марка красивая, подписывается Мухтаром, документ готов, можно ехать в банк. Ты приезжаешь в банк, и, если я правильно вас услышал, первый приезд в банк, он просто уведомительный, то есть в реальности счет открывать ты будешь через какое-то время после, через какое примерно? Это зависит от загруженности операторов банка. Вам могут назначить встречу на завтра. Но могут и на более широкое. Встречу через 2-3 дня. Ну, знаете, по практике нет. Но, как правило, это 2-3 дня, может быть, на следующий день. Но факт тот, что день в день вы точно счет не откроете. Очень важно назначить встречу, ну, как это называется здесь, рандеву. Потому что клиентам выделяют достаточно много времени. Это серьезный процесс для них. Вот, поэтому вам выделяют час или два времени в какой-то определенный день, когда вы приходите, и все внимание посвящено исключительно вам. Счет открывают в какой валюте? Основной счет, конечно, туркиш-лира, турецкие лиры, которые в обиходе, да, на острове. Вот, вы можете открыть счет в любой валюте, которая вас интересует. Но, как правило, все-таки это GBP, фунты-стерлинги, потому что именно в них производятся расчеты по недвижимости. Автомобили также продаются в фунтах-стерлингах. То есть все серьезные операции исчисляются в фунтах-стерлингах. Вот, ну, в обиходе, да, это турецкие лиры. Вот, поэтому, когда вы открываете счет, вы можете открыть счет в любой валюте. Это может быть, значит, в фунте-стерлинге, лиры, в доллары и евро. На вас, вы смотрите. Правильно ли я понимаю, что, еще раз очень важный момент, что владение недвижимостью является важным, по сути, необходимым условием для открытия счета? Или я могу просто открыть счет, никак не привязывая себя с точки зрения недвижимости к Северному Кипру? Банку важно понимать официальное присутствие вас на острове. Поэтому здесь, опять же, справка от Мухтара подтверждает о том, что вы живете, у вас все хорошо, вы платите за аренду, либо вы купили жилье. То есть для банка это показатель, в принципе, стабильности вашей жизни. Потому что снять жилье на Кипре на долгосрок нужно, ну, я не знаю, как минимум 5 или 6 тысяч долларов, ну, или фунтов. То есть это уже определяет достаток и то, что вы действительно в банке будете держать какие-то средства, а не просто в холостую открываете счет для того, чтобы он был. То есть банк со своей стороны также разными способами хотят понимать о том, что вы интересный клиент для банка. Некоторые банки предлагают положить депозит и заморозить там вот тысячи долларов на счете. Вот. Всех свои способы проверить, насколько вы благонадежны. Опять же, те банки, которые открывают счета все для всех, авось ты принесешь нам деньги, авось мы на тебе заработаем, они не хотят никаких документов, и такие банки действительно есть. Но здесь вопрос, опять же, про их благонадежность. Поэтому вопрос с банками, здесь достаточно интересная система устроена, все работает не так, как в России, абсолютно не так. Вот. Но я могу сказать, скорее, больше плюсов для нас, для россиян, которые везут деньги сюда на Кипр. Больше плюсов, чем минусов все-таки. Ну, в том числе, да. Смотрите, у нас за это время набежало огромное количество вопросов, поэтому перед тем, как перейти к следующей части, как бы изначально нами запланировано, и давайте попытаемся хотя бы на часть из них ответить. Итак, может быть, вы знаете про требования для перелета или перевозки собак на Кипр? Они такие же, как в Турции, но специфический вопрос, знаете, не знаете? Да, значит, у нас была клиентка, которая везла собаку из Смоленска, они летели через Белоруссию. Здесь, значит, достаточно заполнить определенную форму, в которой указываются прививки, имя собаки, ну и определенные, определенные там, определенную информацию о собаке. Эта справка отправляется по адресу, ну, есть, то есть определенный адрес, да, на Северной Кипре, где нужно отправить ваше заявление о том, что вы приедете с собакой. После того, как отправляете вы заявку с заполненной информацией, вам отправляют уведомление, что окей, даем добро, везите собаку. Вот с этим документом достаточно приехать на табожню, показать его. Опять же, на границе есть ветеринарный пункт, где могут досмотреть вашу собаку. Да, ну, для того, чтобы сложность, сама сложность в том, чтобы подготовиться к заполнению этого документа. То есть там есть требования о наличии определенных прививок там и так далее. Поэтому, знаете, на самом деле это не такая уж и сложная процедура, как кажется. Можно знать определенный регламент, да, все возможно. Вот мы с вами коснулись вопроса гепатита. Так, образом, вопрос, ну, так немножечко наивно-абстрактный, но тем не менее в каком-то смысле и конкретный. Что половина населения, в частности РФ, там болела гепатитом 30 лет назад. Что же теперь не дадут ВНЖ? Ну, я, к сожалению, не могу здесь с точностью в 100% говорить о том, что дадут или не дадут. Но да, есть определенные болезни, которые есть в стоп-листе. И, к сожалению, вот некоторых граждан, у которых были определенные болезни, не допускают. Но, кстати говоря, я приводила пример о том человеке, у которого был гепатит. В итоге все-таки попросили предоставить дополнительные документы. Он предоставил, и ему уже ВНЖ дали. То есть это не приговор о том, что вас сюда не пустят, и вы не будете здесь жить. Все возможно. Вот, просто есть определенные требования, и Кипр хочет видеть здоровое население. Просто нужно немножко больше потрудиться и доказать, что вы действительно здоровые и имеете право присутствовать на нашем острове. Следующий вопрос, Наталья. Какая сумма медицинской страховки? Есть ли она вообще обязательная, и как вообще быть с медициной на Северном Тепле? Медицина – очень интересный вопрос. Такой же интересный, как и образование, про которое, возможно, я тоже успею немного рассказать. Я могу сказать, что здесь нет обязательного медицинского страхования. То есть вас не обязывают получать медицинскую страховку. Все то, что касается медицины, здесь есть, конечно, муниципальные учреждения, куда можно обращаться на свое усмотрение. Но здесь огромный плюс вообще, в принципе, в коммерческой медицине, которая есть на острове. Я могу вам сказать, что коммерческие клиники здесь впереди планеты всей. Турки просто красавцы, стоматология, за которые едут из разных стран именно в нашу часть. Не только в Турцию, но именно на Северный Кипр. Я могу сказать, что здесь есть институт ЭКО, куда, опять же, эта процедура здесь в мире, в принципе, самая дешевая, самая качественная. Очень многие люди с разных стран мира приезжают именно сюда для того, чтобы иметь в будущем ребенка, отчаявшись где-то. Ну, то есть, обязательных, обязательных, нет. Нет, этого нет. Окей, ну, а может быть, просто, опять же, по вашему опыту какую-нибудь цифру назовете, на какую можно ориентироваться, то есть, какая-то минимальная, добровольная, это сколько, какой порядок цены? Я не могу вам сказать, откровенно, я не интересовалась этим вопросом, поэтому придумывать даже не буду, поскольку, да, поскольку, ну, что касается здоровья, да, действительно, очень много услуг коммерческих, они на порядок, я бы сказала, даже в разы дешевле, чем в Москве, да, в крупных городах, кому-то и даже в регионах. Поэтому, с точки зрения медицины, здесь все, все очень хорошо, и я вас уверяю. У нас вопросы сейчас идут немножечко в разнобой, но, действительно, поскольку, думаю, что ничего страшного, как-то сориентируемся потом. Вопрос такой, получив ВНЖ Северного Кипра, можно ли с ним перебраться и жить в Турции? Если вот, или, кстати, наоборот, имея ВНЖ турецкий, можете сказать, тоже, ну, специфический вопрос? Я не уверена на 100%, поэтому я, к сожалению, не смогу. Давайте поступим так, попробуем, вы, к моменту публикации, постараемся уточнить этот момент, тогда, Наталья, будет возможность, ну, там, за пару-тройку дней, мы тогда обязательно вернемся с этим. Хорошо, но я сразу могу сказать, наверное, я предполагаю, что все-таки такой возможности нет, потому что я знаю, у меня есть знакомые турки, которые приехали работать сюда, на Северный Кипр, и они также получают вид на жительство или подаются на гражданство. Вот, поэтому давайте все-таки этот вопрос уточним. Уточним. Да. Вопрос. Для получения ВНЖ нужна именно квартира или апартаменты тоже подойдут? Или, в своем случае, квартира, апартаменты – это один и тот же… Хороший вопрос, апартаменты в нашем понимании, я понимаю, как российский человек, я знаю, что в России квартира отличается от апартаментов. Квартира с пропиской, апартаменты без прописки, да? Вот в данном случае здесь нет такого разделения. Аплатмент по-английски – это, в принципе, квартира. Поэтому квартира и есть квартира. В данном случае она просто называется апартаменты. Вот, поэтому, ну, в общем-то, здесь нет никакого отличия апартаменты, да? Аренда апартаментов является основанием на выдачу ВНЖ. Это так. Окей. Какова связь между ВНЖ Северного Кипра и дорогой в другие страны, например, европейские? То есть ВНЖ Северного Кипра, ну, тут, может быть, даже уже предусхищу ваш ответ, не является основанием для безвизового получения, безвизового въезда в Евросоюз? Абсолютно точно. Да, Северный Кипр не является частью Шенгена. Да, но здесь есть огромный плюс в том, что если у вас есть шенгенская виза, вы имеете право переехать на южную часть и купить дешевый билет в любую страну Европы. Ну, к примеру, действительно, цены очень смешные. К примеру, допустим, в Италию или в Испанию можно долететь за 30 евро всего. Вот, поэтому могу сказать, что Кипр, остров Кипр находится в стратегически замечательном месте в отношении к Европе. Вот, поэтому проживание в стране, где есть море, горы и солнце, и возможность очень дешево в любое время ездить в Европу, это шикарная возможность. Вот, поэтому в случае наличия шенгенской визы действительно можно летать куда угодно. Ну, то есть, в случае, если нет шенгенской визы, вы также летите в Турцию, и из Турции можете посещать любую страну мира, где не требуется шенгенская виза. Понятно. Вопрос чуть подробнее просит рассказать о процедуре получения права собственности на недвижимость, и как нужна ли вообще, нужно ли получать вот это какое-то право собственности, и как это влияет на право наследования и дальнейшие перепродажи. Да, значит, когда вы совершаете покупку недвижимости, вы заключаете договор купли-продажи с застройщиком, ну, в случае, если это вторичное жилье, соответственно, с продавцом, как правило, если это вторичка, сделки сопровождаются адвокатами с той и с другой стороны. Вот, поэтому все интересы защищаются авторитетными, скажем так, лицами. Я не буду останавливаться на вторичке, потому что наш все-таки рынок первичный, как у застройщика, поэтому если говорить про путь именно покупки новостройки, вы заключаете договор, вносите оплату и регистрируете данный договор в земельном комитете. Также следующим шагом посещение налоговой инспекции, где вы оплачиваете гербовый сбор, который составляет совсем небольшую, с полтора процента суммы покупки. Вот, этого достаточно для того, чтобы вы стали, скажем, владельцем недвижимости, то есть договор и регистрация его в земельном комитете уже является подтверждением того, что вы владелец данного объекта. Есть еще, да, вот момент, который я упомянула уже, получение титула, то есть получение самого свидетельства о собственности. Это как раз вот тот процесс, который занимает от 8 до 10 месяцев. Значит, Министерство иностранных дел, которое находится в Некосеи, готовится пакет документов и подается, значит, заявление на получение титула на данное имущество, которое вы зарегистрировали уже в земельном комитете. В пакет документов входит, соответственно, план поселка, да, где вы живете, вся необходимая информация о застройщике, и в том числе справка об отсутствии судимости, которая получается вами при отъезде из вашей страны. То есть перед тем, как уехать из страны, если вы собираетесь совершать покупку недвижимости на Северном Кипре, вам следует обратиться в свои непосредственно органы данной территории вашей страны, в городе, где вы живете, и получить как раз справку об отсутствии судимости. Вот, по своему опыту могу сказать, что получение ее занимает около месяца, это достаточно долгий процесс, вот, но он необходимый. То есть в течение 8-10 месяцев правительство Кипра проверяет вас, опять же, на благонадежность, на том, узнает о вас, как об индивидууме, да, насколько вы не криминальный человек, насколько вы, в общем-то, благонадежный и перспективный гражданин северокиприотского государства. Вот, после этого, в общем-то, дается одобрение, и вы получаете титул, это уже непосредственно вот такая красивая бумага, где написано, что вы являете владельцем данной недвижимости. Но в данном случае вы оплачиваете уже НДС с покупки вашего объекта. Вот, титул на самом деле имеет смысл получать в случае, если вы не собираетесь в ближайшем будущем продавать ваш объект недвижимости. В случае, если вы покупаете недвижимость для последующей перепродажи, с целью ресейла, то, наверное, смысл получать с титула нет и платить еще дополнительный НДС. Пусть его заплатит следующий покупатель вашей недвижимости. Поэтому здесь все зависит от того, что вы собираетесь делать с вашей виллой или с вашими апартаментами. Наталья, у нас количество вопросов в геометрической прогрессии просто растет. Друзья, я сразу прошу прощения, возможно, на все мы не ответим. Некоторые из них, просто если я вижу, что они уж такого частного характера, я предлагаю вам просто по завершении вебинара с Натальей связаться, особенно если вопрос совсем уж такой частный, деликатный. Но на некоторые короткие сейчас ответим обязательно. Можно ли использовать карты UnionPay? Принимает ли ты UnionPay на Кипре? UnionPay принимает. Принимали до некоторого времени и карты МИР, до июля месяца, но вот с очередным пакетом санкций. Некоторые государства угрозили Эрдогану про то, что если ты будешь способствовать, дальше будет не очень хорошо. Поэтому карты МИР на острове уже не принимаются. UnionPay работает. Вопрос по образованию. Какие районы вы бы порекомендовали для переезда с детьми, чтобы рядом были школы? Опять же, из своего личного опыта, перед тем, как приехать на Кипр, я тщательно изучила остров, и я уже заранее знала, в какую часть острова я приеду. Есть две части, часть района Фомагуста города и часть Кирения, это город Гирне. Он такой более гористый, более зеленый. И как раз в Кирении сосредоточено большее количество британских школ. Вот в Кирении есть как раз две британские школы, это English School of Caironia и Nijad British College. Эти школы выдают сертификат британского образца, то есть получив сертификат данной школы, ваш ребенок имеет все открытые двери к поступлению в любой европейский университет. Для меня поездка на Кипр была в том числе связана с тем, чтобы дать моему ребенку, моему сыну, хорошее образование, то есть закончив школу в Москве, даже самую лучшую, это есть нечто другое совсем, ну то есть обратное тому, чтобы он закончил британскую школу на Кипре. Вот, поэтому ему осталось два последних класса, и нам очень важно было иметь возможность затем поехать учиться в какой-то другой вуз, не ограничивая себя пределами российского государства. Вот, поэтому образование здесь достаточно, недостаточно, здесь очень хорошее, оно очень сильно отличается от того, что мы имеем в России. Это тоже отдельная большая тема, на которую я могу рассказывать очень-очень много. Возможно, где-то мы с вами можем встретиться, я расскажу об этом очень подробно. Совсем короткий вопрос. Движение на Северном Кипре право или левостороннее? Правостороннее. Но могу сказать, я достаточно опытный водитель, с большим стажем вождения в Москве, активный город с активным трафиком. Могу сказать, что мне потребовалось пару дней для того, чтобы адаптироваться на правостороннее. Все очень просто, две дороги в городе. Вопрос про открытие международного аэропорта в Арджане. Когда открывают, что слышно про это? Обещали, называли сроки 15 ноября. Вот, и я надеюсь, что все-таки это состоится. На торжественное открытие приглашен президент Турции, Риджи Прадаган. Я надеюсь, что это случится. Но причем обещают, опять же, во второй половине ноября наладить прямые рейсы из России. Да, такая информация, собственно, и есть. Пока подробностей нет. Окей. Господи, у меня вопросы действительно. Про геометрическую прогрессию я не соврал. Как влияет наличие ВНЖ Северного Кипра на пересечение границ ЕС? Да, есть некие тонкие моменты про то, что нежелательно наличие паспорта, наличие печати Северного Кипра в вашем заграничном паспорте. Какие тонкости есть. Более подробно вы можете в каких-то чатах ознакомиться, либо напрямую со мной проконсультироваться. Есть такие моменты. Они не очень любят, но все возможно, если соблюдать, опять же, определенные правила, если учитывать. Везде путешествовать можно и преград нет. Вопрос, требующий, возможно, даже однозначного ответа. Я правильно понимаю, что можно купить недорогую однокомнатную квартиру и получить ВНЖ. Да. Прекрасно. Все так. А как получить ПМЖ, если такой параметры? Да, есть, но получение постоянного, вернее, гражданства Северного Кипра, это возможно, но это достаточно долгий и сложный путь. Все возможно. Задайте себе вопрос, нужно ли оно вам. Все зависит от цели, какие вы преследуете, приезжая на Северный Кипр. Все возможно. И после пяти лет постоянного проживания на Кипре возможно получить постоянное место жительства. Такой документ. Задайте себе вопрос, а надо ли? Вот и какие цели? Почему вы здесь? Для чего вы здесь? Ну, возможно, да, при соблюдении определенных возможных, определенных, да, моментов. Давайте поступим следующим образом. Еще три минуты отвечаем на вопросы, потом поговорим немного о недвижимости конкретных проектов, а потом опять уже завершая вебинар будем отвечать еще на вопросы. На какой срок выдается ВНЖ? Как правило, в первый раз оно выдается на полгода. Затем оно продлевается на год или на два, в зависимости от того, какие у вас основания. В случае, если у вас есть недвижимость, возможно, его продлят на два года сразу. В случае, если нет, то на один год. Но процесс продлевания достаточно простой. Прям очень простой. Вы просто в свой жилищный кабинет загружаете, в случае, если это высокий доход, загружаете очередную справку об остатке на счете в банке, и вам через несколько дней выдается продление. Вот, самое такое сложное, наверное, это первый раз. Первый раз практически всегда шесть месяцев, иногда бывает год. Продление очень простое. Можно ли получить ВНЖ на основании годовой аренды яхтенного места? Не сталкиваюсь с таким интересным вопросом. Не сталкиваюсь. Я предполагаю, что нет. Скорее, вид на жительство выдается для вас, а не, наверное, для вашей яхты. Я, честно, не могу ответить на этот вопрос. Ну, как-то очень сомнительно. Нужно ли переводить с русского на турецкий справку, ну, с русского или с какого-либо другого, там, с украинского, с белорусского, с турецкий, справку о несудимости? Нет. Этого делать не нужно. Но, вы знаете, иногда это может потребоваться. И, опять же говоря о своем опыте, все возможные документы я перевела и апостелировала в России. Могу сказать, что этого делать не обязательно. Уже здесь есть хорошее агентство, и русскоговорящие в том числе, которые могут сделать вам, перевести документы, и апостелировать именно по стандартам уже местным. И когда вы уезжаете из России, не обязательно переводить документы локально. Но единственное, на что бы я обратила внимание, все-таки, если вы уезжаете на неопределенный срок, оставьте, пожалуйста, на своих родственников или знакомых, которым вы добираете доверенности какие-то, которые бы, с помощью которых вы могли бы делать свои дела, скажем, дистанционно. Да, это очень важный момент. Обратите на это внимание. Потому что не всегда вы сможете выехать, или, может быть, даже и не захотите выехать с Северного Кипра, а вам нужен представитель в России. Поэтому это такой вот момент. Учтите его, пожалуйста. И напишите доверенность на свою маму или на сестру, к примеру. На каком языке в основном разговаривает местное население? Очень много русских, поэтому в большинстве компаний, в сервисе есть русскоговорящие люди. Английский повсеместно используется. Да, местные говорят, конечно же, на турецком. Но я бы сказала, наверное, самый основной язык – это английский. Поэтому те люди, которых знают английский язык, проблем не будет. Хотя даже и русскоязычные, да, и те, которые знают только русский язык, всегда смогут общаться, потому что в большинстве своем везде есть русские люди. Окей, так, как и обещал, давайте сейчас ненадолго прервемся. Вижу большое количество вопросов, связанных и с пересечением границ. Мы обязательно постараемся обещать, если не сегодня, то коснемся этих моментов, потому что действительно есть очень много нюансов. И у нас, кстати, будет скоро и по Южному Кипру вебинар. Там тоже можно будет частично этих вопросов коснуться. Наталья, напомню еще раз, Наталья Яковлева, международный торговый представитель по России, СНГ компании «Мак Девелопмент». Давайте несколько слов о конкретных предложениях и о ценах. Вообще, что происходит с ценами сейчас, ну, происходило последние годы, последние месяцы, вы сказали, что где-то с середины лета очевидный бум. Да, абсолютно точно. Если говорить про Южный и Северный Кипр, то на Северном Кипре цены на недвижимость на порядок ниже. Да, у нас есть проект, который находится рядом с границей Южного Кипра, «Интенс», он называется проект апартаментов. Значит, большое количество клиентов, владельцев жилья живут на Южном Кипре. То есть, они купили квартиру у нас и ездят на работу к себе ежедневно на машине на Южный Кипр. То есть, даже такое есть. Давайте поступим так. У нас есть несколько таких красивых фото тех проектов, которые вы сейчас представляете. Я попрошу их, буду сейчас показывать вам, а вы несколько слов. Что, для чего, с какой целью можно приобретать, на ваш взгляд, и какой хотя бы примерный диапазон цен. Поехали. Так. Вот. Да, чудесный проект «Медитеррэнен Вилла», средиземноморские виллы. Комплекс состоит из 20 вилл и 16, извините, 12 таунхаусов. Виллы от 175 квадратных метров, 3 плюс 1, 3 спальни и 1 гостиная. Значит, таунхаусы от 110 квадратных метров, 2 плюс 1, 2 спальни наверху и большая гостиная на первом этаже. Значит, стоимость таунхаусов от 175 тысяч фунтов, а виллы от 285 тысяч фунтов. Почему говорю от, потому что зависит от участка земли, который прилагается к вашему дому. Значит, комплекс расположен в лучших традициях омак-девелопмент. Мы любим строить комплексы рядом с учебными учреждениями, как, например, средиземноморские виллы. Комплекс находится в пяти минутах езды от известной школы Ниджат Витиш Колледж. То есть комплекс является привлекательным с точки зрения покупки для себя. Если у вас есть дети, и вы собираетесь их обучать в хорошей британской школе, то данный комплекс для вас очень хорошо подходит. С точки зрения инвестиций, опять же, покупка под аренду, он также является очень привлекательным. Дело в том, что некоторые люди не могут купить себе жилье, а может быть и не хотят по каким-то причинам. Они с удовольствием арендуют квартиры или виллы рядом со школами. То есть данный комплекс всегда будет пользоваться спросом, как с точки зрения ресейла и перепродажи, так и с точки зрения аренды. Много людей едут обучать детей на северный Кипр, и это есть факт. Поэтому данный комплекс будет востребован и ликвиден всегда. Ну, кроме ликвидности, могу сказать, что это замечательное место расположения. Оно находится в горах и рядом, в общем-то, с развлекательной территорией северного Кипра. Это район Алсанжак, где находятся несколько пятизвездочных отелей Мерит с казино различными шикарными ресторанами. Вот, и вид у этого комплекса на море абсолютно великолепный. Кажется, с каждого дома можно видеть море с одной стороны и с другой стороны горы. Окей. Следующий комплекс. Комплекс называется, да, The Hive. Здесь не такое большое количество вилл. Это достаточно дорогое жилье, но оно оправдывает свою стоимость. Это 8 частных вилл площадью 305 квадратных метров. 4 плюс 1, 4 спальни и 1 большая гостиная. Три спальни находятся на втором этаже. Одна гостевая спальня или кабинет находится на первом этаже. Большой бассейн 4 на 8, то есть 24 квадратных метра. Два парковочных места. В каждой спальне имеется свой санузел. Вот, если вы видите визуализацию данного проекта... Филипп, могу я вас попросить в следующий слайд, показать картинку внутренней части виллы, как это будет выглядеть. Значит, если вы видите, значит, окна, двери из достаточно хорошего материала. Это алюминиевый профиль, двойное остекление. Внутри находится газ-аргон, шумы непроницаемые и теплоизы. То есть никакой ветер вам не страшен. Качество материалов, которые мы используем при строительстве, действительно очень хорошее. Вот, в общем-то, вот так это будет выглядеть. Можно ли уточнить еще, вот про первый проект и про второй проект, в какой они стадии и когда они сдаются? Я так понимаю, что это проекты на стадии строительства? Да, это новостройки. Первый проект на стадии застройки. Сейчас закладывается фундамент. И первый проект срединноморские виллы, он будет готов через два года, в конце 2024 года. Скажем, полтора-два года. Вот, значит, второй проект The Hive. Мы также планировали стойку два года, но сейчас с учетом того, что спрос достаточно большой, мы решили ускориться. Поэтому данный комплекс будет сдаваться в конце следующего года, в конце 2023 года. Вот, этот комплекс расположен также недалеко от британской школы, в другой стороне Кирении, от британской школы ESK, English School of Kairinia. Очень популярная школа среди русских, очень многие русские любят эту школу, но могу сказать, что она действительно хорошее, хорошее, качественное образование, но немного перепиарено, скажем так. Другая школа, Нейджат Бритиш Колледж, по качеству ничуть не уступает, но вот, тем не менее, значит, данный комплекс расположен в пяти минутах езды от ESK, English School of Kairinia. Наталья, сразу такой вопрос, тоже вполне логичный. Если покупаешь квартиру на этапе строительства, когда ты получаешь ВНЖ? Если у тебя еще объект не сдан, соответственно, вроде как и титул, можешь ли ты это сделать еще до тех пор, пока объект не достроен? Или на это время нужно что-то еще арендовать, чтобы получить право на вид на жительство? Но, знаете, самым распространенным способом получения вида на жительство, основанием, я бы сказала, все-таки это высокий доход. Как вы понимаете, 15 тысяч долларов – это достаточно низкий порог входа, и наверняка, если вы покупаете жилье, 15 тысяч долларов у вас точно есть. Поэтому, наверное, первый раз, когда вы будете получать ВНЖ, имеет смысл податься именно по высокому доходу. На этом основании, то есть не дожидаясь, для этого не нужно иметь ни ВНЖ, ни гражданства, ни собственности, ни аренды, ни ВНЖ, ни гражданства, ни права собственности на какой-то объект, ни аренды, а просто на основании хорошей суммы у себя на счету. Да, абсолютно точно, но если вы прикладываете документы о том, что вы являетесь, что у вас есть договор о покупке недвижимости, это будет большим плюсом к тому, чтобы вам намного более вероятно выдали ВНЖ. То есть документов много не бывает. Чудесная страна, чудесная во всем. Чем больше доказательств того, что вы собираетесь жить в данной стране долго и честно, вы приложите к заявлению, тем больше вероятность того, что вам выдадут ВНЖ и на больший срок. Вот, поэтому одно другому не мешает абсолютно, но пункт, по которому подаваться в первый раз в ВНЖ, все-таки лучше это высокий доход, на мой взгляд. Так, следующий объект я вас прервал. Городская недвижимость Никосия. Это, видимо, апартамент у квартиры, да? Да, это как раз тот комплекс, о котором я вам говорила. Он находится недалеко от границы с Южным Кипром. Это уже построенный комплекс, наполовину заселен. Он просто шикарный. Это, наверное, моя любовь. В данном комплексе большое количество есть коммерческих помещений, которые уже сданы в аренду. Здесь находятся несколько клиник, есть частные доктора, есть также большое количество ресторанов и кафе вечером. Внутренний дворик комплекса превращается в такую тусовку, куда жители местные выходят общаться друг с другом. Это действительно какая-то такая специальная атмосфера. В этом комплексе есть фитнес-центр. Это один, мне кажется, это единственный такой большой фитнес, который есть на острове. Это вот нечто похожее на то, что у нас есть в больших городах в России, как, например, World Class или другие известные джимы. Вот, поэтому, да, данный комплекс, он очень удобный с точки зрения расположения к Южному Кипру, если это принципиально. Здесь хорошее качество застройки. И плюс этот проект уже существует, туда можно заехать жить. И вопрос цены. Какие цены здесь? Значит, проект Intense. Квартиры 130 квадратных метров, 3 плюс 1, 3 спальни, от 185 тысяч фунтов. И 1 плюс 1, 75 квадратных метров, 132 тысячи. Окей. Ну и такой вопрос уже в продолжении. Насколько я понимаю, это вот три проекта, которые вы сейчас представляете. По всем вопросам, я еще раз попрошу контакты компании Натальи лично указать, что можно было, все желающие по конкретным проектам уже поговорить, обсудить, могли это лично. Как происходит сейчас оплата? Как платится? Как переводятся деньги? На какие счета и так далее? Пожалуйста. Ну, наверное, первый вопрос я все-таки бы уточнила по поводу оплаты жилья, да? Да, да. Значит, здесь есть большой плюс в том, что вы можете, если вы покупаете новостройку, вы можете купить ее в рассрочку. Большинство из застройщиков, в частности, и наша компания предоставляет рассрочку до конца строительства. То есть для того, чтобы купить жилье, вам нужно иметь 30% от стоимости, вы оплачиваете, заключаете договоры и составляете индивидуальный график платежей до конца строительства. Ну, к примеру, если мы говорим о срединноморских виллах, о первом проекте, про который я говорила, можно заплатить, ну, скажем, 175 тысяч фунтов стоит таунхаус. 30% это около 50 тысяч фунтов вы можете ввести сразу, да, и по удобному графику вы можете оплатить до конца 2024 года, оплачивать свое жилье, свой дом. Причем здесь нет такой обязаловки оплачивать равными суммами ежемесячно. Вы можете, в частности, договориться о том, что вы хотите вносить сумму ежеквартально, хотите вносить ее раз в две недели. То есть любой график приемлемый, ну, вполне себе доступен. Сумные обсуждаемые. Да, да, да. Хорошо. Как происходит оплата сейчас? Насколько я понимаю, там, отовсюду ли доходят деньги или с этим есть какие-то трудности? Последний ваш опыт, как вы сейчас получаете средства? Если говорить про Россию, то наша компания прошла проверку и фрод-мониторинг в Райфайзенбанке. Райф – это единственный банк, который один из многочисленных, но самый популярный, который переводит деньги, пока еще не отличили SWIFT. До некоторого времени хорошо работал Тинькофф, но после определенных событий, он теперь не принадлежит Олегу, стал неким подконтрольной структурой. Сейчас Тинькофф, к сожалению, эти операции не проводит. Райф, но еще некоторые другие банки, не буду говорить о них, наверное. Ну, то есть частые беседы, по планету, сможете. То есть, да, какое-то время назад нашу компанию юридически проверили в Райфайзенбанке и все деньги, которые зачисляются в адрес нашей компании, соответствующим пакетам документов. То есть, опять же, есть определенные требования, которые выдвигаются банком при перечислении средств. Если вы покупаете жилье, нужен некий пакет документов, которые мы всегда готовим для наших клиентов. И при совершении, соответственно, заявки на оплату, прикладывается пакет документов, и ваши деньги достаточно хорошо проходят без всяких проблем. Окей. Ну что ж... Есть? Да, извините, Филипп, я не могу не упомянуть популярный способ, который используется сейчас все чаще и чаще. Это криптовалюта. Естественно, конечно же... У вас, как у компании, есть просто криптовалютный кошелек, счет? Да, мы организуем для тех людей, для которых этот способ наиболее предпочтителен. Мы также принимаем деньги в криптовалюте. Окей. Ну что ж, друзья, мы как-то так незаметно пролетели даже уже не час, а час двадцать. Давайте все-таки еще несколько вопросов, которые последние пришли. Еще раз прошу прощения, если на какие-то вопросы мы не смогли ответить. Мы в рамках материала обязуемся обязательно на них ответить. Итак, есть ли в школах обучение... На каком языке происходит обучение в школах? На английском? И если ребенок говорит только по-русски, можно ли как-то ему помочь? В этом есть ли какая-то адаптация? Если мы говорим о британских школах, то, конечно же, это английский язык. Ну, давайте пойдем от потребностей русскоязычной семьи. Если ребенок маленький, ему пять лет, к примеру, и он говорит только на русском языке, это вообще не вопрос. Дело в том, что маленьких детей всегда берут, понимая, что они быстро адаптируются и быстро учат язык. Да, к слову сказать, здесь образование начинается с пяти лет. Если говорить о британских школах, да, то есть пять лет, абсолютно маленькие ребятки уже с рюкзаками идут в школу и учатся. Проблема в том, что ребенок пока не знает английский язык. Нет, как правило, всех принимают и обучают. Но в случае, если ребенок знает язык, да, или хотя бы на какой-то элементарном уровне, это будет большим плюсом. Да, образование на английском языке исключительно. Вопрос, можно ли при наличии ВНЖ Северного Кипра на Северном же Кипре получить шенгенскую визу? Вы знаете, этот вопрос скорее не про то, что у вас есть в ВНЖ Северном Кипре. Эти вопросы рассматривает российское консульство. То есть такие документы выдаются только российским консулам. Нет, имеется в виду шенген получить какой-то. Я понимаю, шенген можно получить при наличии вида на жительство получить шенген на территории Северного Кипра невозможно. Есть способы оформления шенгена с помощью российского консула, который бывает на нашей части. Он приезжает с южной части Кипра, он приезжает на Северный Кипр. И назначив аудиенцию с ним, можно проконсультироваться по данному вопросу и при желании получить шенген. Пишет, возможно, странный вопрос, хотя чего уж в текущих условиях нам странного. Как можно переехать со своей машиной и вообще переоформление? Абсолютно не странный вопрос. Могу сказать, что есть люди, которые едут со своими машинами. Значит, едут до Турции и затем на пароме переправляются на Северный Кипр. Это возможно. Есть определенный регламент, определенная процедура, которую нужно будет пройти и легализовать присутствие вашего автомобиля на Северном Кипре. Все возможно. У нас есть автомобили, которые ездят с украинскими номерами, с подмосковными. Видела несколько машин с московскими номерами. Но вопрос про то, что если ваш автомобиль вам действительно очень дорог, и вы готовы ездить в стране, где правостороннее движение с левым рулем, то welcome, все возможно. Подождите, правостороннее или левостороннее? Левостороннее, извините. Левостороннее? Левостороннее с правым рулем. Левостороннее, понятно. Да, левостороннее. Причем вопрос про автомобили. Секунду, интересный очень. Задайтесь вопросом, насколько вам нужен именно ваш автомобиль. Дело в том, что на острове есть возможность покупать автомобили с помощью, можно как у дилеров, естественно, да, есть представительство BMW, Mercedes, любые марки. Здесь есть услуги заказа, покупки автомобилей на аукционах Японии и Британии. И достаточно хорошего качества вы можете сдать автомобиль с определенными характеристиками, допустим, с километражом не более 10 или 20 тысяч километров. То есть есть смысл действительно приехать сюда и достаточно за хорошую цену, хорошего качества заказать вторичный автомобиль. Вот такой способ получения автомобиля многие используют, потому что на острове действительно жить без автомобиля невозможно. Так, еще пара вопросов сейчас, буквально секунду. Вопрос про размер коммунальных платежей и обслуживание там за виллу и за апартаменты. Понятно, что очень большая может быть динамика, но хотя бы порядок цен можете описать. Коммуналка, налоги. Значит, если говорить про содержание жилья, как правило, у каждого комплекса есть ежемесячный платеж. Это именно коммунальные услуги, не говоря о воде и электричестве. Это называется на местном языке айдат. По-английски это называется maintenance. Слово тоже. Да, maintenance. И он зависит от того, в каком комплексе вы живете. Как правило, он от 50 фунтов до 100. Но в каких-то очень редких, возможно, случаях больше 100 фунтов в месяц. Вот, кроме этого, когда вы поселяетесь, вы открываете лицевые счета в энергетической компании, которая называется KIPTEC, и в компании, которая представляет воду. То есть вам обязательно наличие двух счетов в двух компаниях. Значит, стоимость электроэнергии на острове выше, конечно, чем в России, но не настолько дорого, как некоторые себе представляют. Вполне себе доступно. Могу сказать, что в месяц я, допустим, за трехкомнатные апартаменты 3 плюс 1 плачу около 100 долларов. Вот. Поэтому это не очень много. Вода очень дешевая. Поэтому общие расходы в месяц, наверное, в среднем за апартаменты или среднюю виллу, наверное, 200-300 фунтов в месяц можно закладывать. Но не больше 500 абсолютно точно, на мой взгляд. Но 500 это уже и выявлено вилла. Я имею в виду уже какие-то большие, там очень большие виллы, потому что, допустим, вот мои друзья платят в месяц около 200 фунтов вилла 3 плюс 1. Вопрос такой интересует, вопрос переезда для студентов. Учиться на втором курсе университета в Москве. Можно ли как-то перепоступить уже с тем образованием, которое есть? И есть ли хорошие университеты, и есть ли, в принципе, такая практика, если мы говорим уже все-таки о высшем образовании, а не о среднем? Точно так же, как и среднее образование, высшие учреждения на Кипре есть. Есть и очень хорошие. Есть не очень. Поэтому здесь нужно подходить тщательно к выбору университета. Опять же, важно понимать отзывы, обратную связь от людей, которые имеют непосредственное отношение к данному университету. Для того, чтобы поступить в данный университет, перевестить из России в Кипрский невозможно. Нужно поступать заново. Но ваши оценки и ваш документ о том, что вы учились в каком-то университете, он обязателен. Точно так же и со школой. К примеру, когда вы переезжаете, перевозите ребенка, вам нужно взять документ о том, что ребенок учился в такой-то школе, и ведомость за последние три года с оценками. Она будет необходима. Вот аналогичная ситуация с высшими учебными учреждениями. Знаю, что как минимум два очень хороших университета в части Фомагуста, очень хорошее общежитие, уровни отелей, я бы сказала, они где-то платные, но это очень качественное, хорошее жилье. Ну что ж, дорогие друзья, полтора часа пролетели как один миг. Наталья, благодаря вам, спасибо огромное. Наталья Яковлева, международный торговый представитель по России, СНГ-компании АМАК Девелопмент. Вопросы в чате есть? Давайте на самый последний ответим. Как на Северной Кипре с арендой авто? Есть арендные конторы? Повсеместное большое количество компаний, которые предоставляют в аренду автомобили. Последние месяцы лета был аншлаг, то есть все компании, которые давали автомобили в аренду, были перегружены, то есть машин правда не было. То есть спрос превышал предложение. Но да, это действительно есть. Чем больше срок аренды, тем ниже стоимость. Ну что ж, Наталья, спасибо вам огромное. Контакты есть. Традиционно, еще раз напомню, что да, и статья будет по итогу, и в Телеграме на канале выложим, и на сайте Рианру тоже опубликуем. Там же будут ссылки чуть более подробные на те объекты, которые Наталья сегодня представила. Но, безусловно, ничто не заменит личного общения, поэтому любые вопросы и консультацию, думаю, Наталья Яковлева, именно тот человек, который вам на эти вопросы ответит, уверен, что последний год числа вас в этом убедили. Да, пожалуйста. Мои друзья, извините, Филипп, я немножко прерву. Кроме меня я с удовольствием буду готова ответить на ваши вопросы. Кроме меня есть представитель нашей Москвы, Елена Ушакова. Номер телефона ее тоже указан. Да. Ей можно звонить, писать. Она точно так же, как и я, проконсультирует вас по объектам недвижимости, то, что есть в нашей компании. Но еще раз благодарю вас за то, что присоединились к нам. Буду рада видеть вас лично у нас в гостях. Кстати говоря, еще очень важный момент, который я забыла сказать. Мы организуем туры бесплатные для тех людей, которые готовы приобрести в нашей компании недвижимость. Более подробно, наверное, я расскажу уже при личной беседе. Мы забронируем для вас отель с трех дней на три дня, три ночи. Будем готовы показать вам наши объекты. Добро пожаловать на сервисный вид. Ну что ж, дорогие друзья, Наталья Якулева, международный торговый представитель по России СНГ-компании Амакти Беллотман и Филипп Березин, главный редактор ПРИАН. К вашим услугам. Спасибо огромное. Встретимся на наших вебинарах. И еще раз огромная благодарность Наталье за увлекательный рассказ. Спасибо и до встречи. Благодарю вас, Филипп. Всего хорошего. До встречи. До свидания. До свидания.